В канун Нового года Раменский район примерил праздничный наряд. Улицы, парки пополнились новыми декорациями. В этом году мы решили сделать такие точки притяжения, то есть, например, как Площадь Победы. Мы поставили здесь световую арку 2019, поставили большой 6-метровый воздушный шарф, в котором можно зайти, сфотографироваться, его отовсюду видно. Ну и, конечно, самая главная наша фигура – это новогодняя ель 17-метровая. Это тоже мы отошли от привычных каких-то круглых игрушек на елке, более современный дизайн. Инсталляции в период новогодних праздников создавали сказочное настроение и являлись центром притяжения раменчан. Главная наша задача была сделать максимально яркие эти фигуры, чтобы их было заметно, чтобы с ними хотелось подходить, сфотографироваться. Ну и второе наше такое центральное место – это Площадь Молодежи. Там мы поставили тоже исконно русские такие предметы. Это самовар и чашка. На мой взгляд, нам удалось, попали в точку с этим фигурой, потому что иногда раз идешь мимо и смотришь, все фотографируются. И сам-то хотел сфотографироваться, приходил зажидать. Техники, инженеры, директор МБУ Раменского трудились над созданием особой атмосферы. Масштабная арка, гирлянды, тематические композиции для их создания использовались специальные энергосберегающие лампы. Я вам не понаслышке скажу, была очевидцем того, что действительно здесь выстраивается очередь из жителей и гостей для того, чтобы сфотографироваться. Это приятно, правда? Конечно. Вообще приятно, осознавая идти по городу, осознавая, что вот это мы, мы старались, мы как-то подходили с душой, хотели не просто сделать, чтобы сделать, а как-то самих себя удивить. Тематическая композиция карета с лошадками не первый год устанавливается. Ее место дислокации меняется ежегодно. К сожалению, после Нового года кто-то отрезал нам все гирлянды, она перестала светиться, мы отремонтировали. Вот буквально на днях порезали так, что там уже не отремонтировать. Поэтому мы приняли решение в целях, опять же, безопасности в первую очередь, пока ее не зажигать, а уже убрать до будущего года, а на следующий год уже будем перетягивать заново. Обидно, досадно, ну, что поделаешь. Ведь иногда жители, вот как с чашкой на площади молодежи, в нее сажают детей. Но она же для этого не предназначена. Ну, сажают. И фотографии, правда, хорошие получаются. Ну, почему это запрещать? Вот тут красиво, хорошо, ну и ладно, отремонтируем. А когда вот такие действия проходят, как с лошадью, это, конечно, вандализм, и с ним нужно бороться. Демонтаж иллюминации начнется уже сегодня, 15 января.